Встреча с девушками-подписчицами у нас состоялась 1 июля в том же самом кафе, в котором мы были в прошлом году. Кафе Лето. Такая, знаете, французская кофейня, очень такая атмосферная, симпатичная. Там невероятно вкусные десерты, вообще обстановка. Мне очень-очень нравится это кафе. И на самом деле оно достаточно всегда полное. Кафе находится в центре города, и у него такое очень удачное расположение. Хотя в этот день встреча была назначена в 6 часов, и в этот день был очень сильный ливень прошел. Но все равно, тем не менее, все, кто хотел, все приехали, и всем огромное спасибо. В этом кафе, конечно, есть и летняя терраса, такой, знаете, закрытый летний дворик. Но, видите, вот он был совсем пустой, потому что была такая жара, что, конечно, на улице никого не было. И мы, конечно, заказали столик, ну, даже не один, а два столика, на всякий случай, потому что мы не знали, сколько народу подойдет. В этот раз нас было 11 человек. Некоторых девушек мы знали уже по прошлому году, а с некоторыми познакомились впервые. А еще знаете, что интересно? На эту встречу приехала девушка по имени Юлия. И, как оказалось, мы с ней учились в одной школе. Оказывается, когда она стала смотреть мои видео, она меня сразу узнала. Но я училась на год старше ее, а она была на год моложе. Она нашла меня, нашла мой телефон, обратилась ко мне в WhatsApp, и у нас с ней связалась личная переписка. Ну, а в кафе на встрече я предложила девушкам, кто хочет рассказать о себе, кто чем занимается. Это со старшими, значит, мы сняли, потом мы со старшими детьми записали. Музыкальный текст я подарила, посвятовала. Мы там собрали наши песни о войне, патриотических песен. То есть мы не только справляемся по моему духовному, но и патриотическому песену. Интересный такой репертуар у нас так называемый. И мне говорят, ну нет, я не пенсионер, мы пенсионер разберем. Нам пенсионный воздух прибавили, теперь я пенсионер. Я пишу, но у них там свои взгляды на сыр, и он очень хочет, чтобы я не буду. Повлияло. 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 Да, да. Повлияло. Ну, у меня отпуск, может быть, не такой большой, но я стараюсь. Молодец. 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 Это небольшая. Это большая. Это большая. Вот-вот-вот с настроением вот так. Да, когда у вас такое хорошее настроение, когда у вас все прям прекрасно. Вы всегда говорите, прям кричите. Такова жизнь! Все решили фотографироваться, потому что одна из наших участниц уже уходит домой. Ну, не знаю, как Лена с вами на канал. Девочки, я не знаю, куда хотите, как вам будет удобно. Все в сад? Все в сад. Все в сад. Я не настрою, я просто... А, ты снимаешь красиво. Да, мама примеряется на велосипед. Слушай, он настоящий. Серьезно? Да. Ну, мам, ты уж туда не ходи. Давайте все сюда, и я вас сейчас щелкну. Ну, можно. Слушай, они... Зачем сюда? Это я просто встала на велосипед. Давай щелкну. Сейчас вот, сейчас я сначала их сниму, да? Они сейчас тут все установятся. Устаканятся. Так. Хорошо. Значит, вы не влезаете, да? Ну, вот, наша встреча подошла к концу. Было весело, как всегда. Интересно. Смеялись, очень много шутили. И сделали на память фотографии. Сначала одну такую общую, а потом уже по отдельности, кто как захотел. Всем, девочки, огромное спасибо. Всех были очень рады видеть и познакомиться со всеми. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok